МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы поступили на какую специальность? Строитель железа хвостов и тоннелей. Почему выбрали такую сложную профессию? Хочу стать инженером. Почему выбран Российский университет транспорта? Он очень хороший. Хотелось сюда, поступило сюда. Круто. Чего сам себе желаешь? Удачи и терпения. Ну что, я тебе этого желаю. Давай. В эфире программа «Тема часа» и мы находимся в Российском университете транспорта. И, конечно, будем говорить о новом учебном годе. Александр, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вот интересно, работа приемной комиссии, она каждый год разна или одинаковая? Когда я сюда поступал работать, мне казалось, это монотонно, скучно и все одинаково. Каждый год все по-новому. И каждый год он более захватывающий. Почему? Потому что меняется скорость обработки документов. Вот буквально в этом году к нам поступали семьи железнодорожников, которые еще 30 лет тому назад подавали сюда документы. Они рассказывали, что в начале улицы Новосущевской они занимали очередь для того, чтобы подать сюда документы. А сейчас они пришли сюда, подождали 5 минут, напросились ко мне на прием, подождали еще 5 минут. И после этого они сказали, что процесс подачи документов у них посредством единого портала госуслуг, а мы все-таки тот флагманский вуз, который один из первых участвовал в этом проекте, занял у них чуть больше с учетом стакана сока 20 минут. Ничего себе, скорости какие? Скорости очень большие. Кого мы в этом году приняли в лоно Российского университета транспорта? Кого будем учить? Ну, конечно, я буду скромный. В этом году к нам поступило более 8200. Это и будущие наши аспиранты, они уже аспиранты. Это будущие наши ребятки, которые выбрали среднепрофессиональное обучение. Это и в рамках программ профессионалитета. Это и бакалавры, это и магистры, и специалисты. Только вдумайтесь, 8200 человек. Цифра огромная. Когда приходят ребята, в их глазах есть вот это осознание выбора? Ведь профессии железнодорожные, они очень трудные. И вообще тематика около железнодорожной, она очень трудная. Мы меняемся. Безусловно, потребности в высоких скоростях не только у университета, а вообще у транспорта. И, конечно, мы так же, как университет, как и приемная комиссия, как единая структура, мы разрабатываем в рамках университета, разрабатываются новые уникальные программы. И вот в этом году ребята целеустремленно шли на некоторые программы, которые только-только в этом году открылись. Ну, например, программа по магистратуре – это высокоскоростные магистрали. Потом у нас в этом году открыта программа по МАНС – беспилотное судовождение. В этом году в рамках профессионалитета мы открыли для ребят направление подготовки за два года управления беспилотниками. Ну, конечно, классические программы, которые тоже никто не отменял и пользуются повышенным интересом в семьях железнодорожников. И тех ребят, которые понимают, что транспорт – это стабильно. Это наша эксплуатация железных дорог, подвижной состав железных дорог, строительство железных дорог. Это те программы, которые всегда пользовались стабильностью. То есть ребята знают, что поступили, отучились, и через пять лет, даже через четыре, их как котят маленьких, быстренько зарасхватывают, как таких, знаете, дорогих, и быстренько берут себе на работу. Это ведь очень ценно. А много ли ребят из семей железнодорожников? Ну, конечно, такой статистики мы не ведем, в силу того, что это очень сложно. Но большая часть поступающих, когда мы спрашиваем, безусловно, проводим опросы, это, конечно, срабатывает сарафанное радио. Конечно, в социальной сети у нас ведутся, ведутся там разные блоги и так далее. Но, конечно, приходит очень много тех, кто когда-то учились, приводит ребятишек, своих братьев, сестр и так далее. Но есть, конечно, и те, кто приходит осознанно. То есть вот хотим свою жизнь связать с транспортом. Вот эта скорость, динамичность, в которой мы с вами живем, как она сказывается на образовательном процессе? Технические условия меняются, может быть, подача, может быть, по-другому лекции ведутся? Ну, с точки зрения подачи документов, безусловно, стоит отметить, что в этом году мы открыли приемную комиссию в 9 часов 30 минут. 20-го числа. Но только вдумайтесь. Мы, один из тех немногих вузов, который первенец у нас был, я даже это торжественно заявил, у нас первый первенец родился, то есть подал к нам документы, в 0-0 часов 0-9 минут. То есть вдумайтесь, 20 июня в 9 минут к нам уже пришел сигнал, и у нас были документы поступающего. То есть формально приемная комиссия откроется в 9 часов 30 минут, но в реальности она открылась. И понятное дело, что это было для нас так здорово, скорости приема для обработки, для поступления, конечно, увеличились. Скорости обучения, мне кажется, наверное, они так же меняются, потому что меняются учебные планы. Я знаю своих студентов, что они такие, Александр Ильич, у нас теперь проектная деятельность, мы там разрабатываем различные проекты. Ну, в силу того, что я занят больше приемкой, я, конечно, не все аспекты знаю, но, конечно, среди отзывов студентов я слышу, что меняется, меняется, меняется скорость и подача материала. Вот буквально мы с вами находимся рядом в здании, где находится прекрасная брендированная аудитория совместно с российскими железными дорогами. Есть какая-то специальная зона. Это все заставляет студентов не только учиться, но и находиться все здесь больше и больше по причине того, что требуется все больше знаний, повышается скорость. Борьба среди абитуриентов за учебное место, она какой была жесткая? Сколько человек на место? Конечно, на IT-специальности был очень высокий конкурс, безусловно. Первые прямо вот поступающие, которые подавали документы, конечно, это были IT. Это IT-специальности, где очень высокий конкурс, где на группу из 50 человек подали более тысячи заявлений. То есть это достаточно большая для нас обработка информации, большие данные. Чуть позже, после того, как подошли многие результаты ЕГЭ, мы уже увидели, стали подавать документы наши классические ребята, мы их так называем, это наши железнодорожники. То есть которые вот, они всегда чуть попозже приходят, в силу того, что там результаты ЕГЭ, там физика, они получают эти данные и подают документы. На некоторые специальности конкурс был очень высокий. Александр, а есть ли, существуют сегодня цельвяки? Вот студенты, абитуриенты, которые приходят с направлением? Вот классические, чтобы они приходили, теперь уже нет. По причине того, что это все оцифровано. В этом году был пилотный проект, работа в России, и поступающий посредством своего сотового телефона. Они подавали документы в ВУЗ и уже сразу подавали заявку для дальнейшего заключения договора о трудоустройстве, в дальнейшем, ну, целевого обучения. Это было очень удобно. В этом году система сработала все хорошо, подавали люди документы. Было очень удобно и для нас, для приемной комиссии, потому что ребята уже сразу, они выбирали ту вакансию в дальнейшем, которую они хотели бы, допустим, себя там реализовать. Они выбирали, откликались на это предложение, подавали документы посредством своего сотового телефона. И нам уже приходили все документы, нам осталось только их проверить. Потом регистрацию проверить, например, допустим, требуется ли ему общежитие или нет. Потому что к нам очень много из разных регионов приезжает. Потом, безусловно, нам было надо проверить его баллы ЕГЭ. Ну и, конечно, проверить, правильно ли он подал документы нам. Написал он школу, свое имя, в том числе. Это тоже надо все проверить, чтобы в дальнейшем все документы были выверены. Ведь есть ребята, которые, например, в рамках, я так понимаю, это программы, связанные с школой и российской железной дорогой, это юный железнодорожник. И вот есть ребята, которые принимали участие в рамках вот этой юной детской железной дороги, а потом они к нам подавали документы и сообщали. А вот у нас вот есть такой документик. И мы, безусловно, должны были его проверить и отметить это в системе. Вы сказали о регионах. А есть такая цифра, сколько ребят пришло из регионов поступило? Ну, пока вот на данный момент, конечно, статистику мы еще не ввели, но у нас действительно достаточно много ребят. Есть ребята из новых регионов, есть ребята из центральной части России, есть из южной части России. Поэтому пока вот по цифре на данный момент сказать не смогу. В современной жизни кадры решают все. Каково вам осознавать, что вы вот в этой кузнице кадров, собственно говоря, и готовите кадры для нашей страны? Это очень волнительно, очень ответственно. Это очень волнительно, еще раз повторю. Почему? Потому что когда приходят ребята, и они спрашивают, безусловно, требуется проработать, надо почувствовать, что он хочет, какой вопрос он задает. Потому что, безусловно, иногда самое сложное не ответить, самое сложное задать правильно вопрос. И, конечно, приходится с поступающим, очный формат общения, конечно, спасает. Хотя дистанционный выручает очень сильно. Потому что у ребят есть потребности, они интересуются, а вот кем я стану после той специальности, после этой. Я, как ответственный секретарь, должен знать все. Начиная от пантографа, заканчивая беспилотными, допустим, летательными аппаратами. Поэтому приходится, конечно, и готовиться, волноваться и помогать поступающим отвечать на те вопросы, которые есть. Это волнительно, это сложно. Но, слава богу, со мной моя большая команда, которая работает и днем, и ночью, отвечает на звонки. Звонков бывает очень много. В пиковые дни контакт-центр обрабатывал более тысячи звонков. То есть у нас сидят операторы, которые фиксируют звонок. Если, не дай бог, допустим, звонок сорвался, ну, такое бывает, безусловно. Мы, естественно, там перезваниваем. Российский университет транспорта, вы нам звонили, может, остались какие-то вопросы. Мы очень френдли. А вы сказали про команду. Сколько человек в вашей команде? Только в одной команде контакт-центр у нас работало 30 человек. В команде дистанционного приема более 40 человек. Команда, которая работала в личном общении, то есть те, кто работали с поступающими в очном формате, это 20 кабинок по 2 человека, 40 человек. А еще есть то, что не видят поступающие. Это команда, например, вступительных испытаний, выпускники колледжей. Безусловно, там тоже те, кто должны подготовить бланки, запечатать, зашифровать. Потом есть команда, которая занимается с дальнейшим, после того, как произошло зачисление, подготовка и сдача в архив. То есть это очень много человек, поверьте. То есть цифру называть не буду, чтобы конкуренты о нас не слышали, но мы выделяем значительные ресурсы, которые позволяют нам работать, работать и делать, и выполнять задачи, которые нам ставят. Чего бы вы желали вот именно тем студентам, которые поступили? Ну и тем ребятам, которые продолжают свое обучение. Что бы я им пожелал? Ребят, вот спустя там 10 лет, когда я закончил учиться, я понимаю, что я многие вещи упускал. А вот сейчас, когда все изменилось, и, конечно, хочется ребятам пожелать, ребята, у вас очень мало времени. Вы должны по возможности, по максимуму, который у вас здесь дается в рамках наших программ обучения, там, бакалавриат, специалитет, магистратура, выжить все, вот все, что вам требуется на данном этапе жизни. Потому что я не исключаю, что через 5-6 лет вы позвоните к нам в приемную комиссию и скажете «Добрый день, а я вот закончил Российский университет транспорта, хочу к вам поступить на магистратуру». У нас очень много таких ребят, которые в дальнейшем, уже и будучи специалистами высокого уровня, они понимают, что теперь им потребность в другом образовании, в каком-нибудь, допустим, экономическом, юридическом, или наоборот, они раньше были гуманитарием, а сейчас они понимают, нам нужно инженерное образование, идут к нам на инженерные, допустим, программы. Поэтому выжимайте по максимуму. Время пока у вас есть. Александр, вам огромное спасибо. И, не знаю, можно ли так говорить, легкого учебного года. Спасибо вам большое. Вам тоже удачи. Мы безумно были рады вас видеть. Ну и будем ждать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok